Десятилетний мальчик израильский, подчёркиваю, спросил, что такое интеллигент. Как вы знаете, во всём мире слово «интеллигент» означает всё-таки, он просто образованный человек. И в Израиле, естественно, тоже, когда говорят про человека интеллигента, когда русские люди, которые живут в Израиле, приехали из России, употребляют слово «интеллигент», они употребляют в другом качестве это слово. Как бы вы объяснили, вот сейчас действительно, десятилетнему израильскому мальчику, который родился в Израиле, что такое интеллигент? – Лучший представитель народа, представитель лучшей части народа. – Что такое лучшая часть народа? – Самая талантливая, самая умная, передовая, перспективная, занятая делом. – То есть образованный? – Нет. Не только образованный, а уже, как было сказано, не слишком уважающий себя за это. – Вот разница между интеллигентом в мире и интеллигентом в России как-нибудь есть, или для вас нет никакой разницы? Потому что пока вы объяснили, как в Израиле. – Интеллигент всегда лучший представитель народа, безусловно. – Но в России пропасть между ним и народом несколько больше. – Так получилось. – Почему? – Не знаю. – Но немножко больше все-таки, да. – То есть, скажем так, во всем мире представители народа от представителей интеллигенции отличаются довольно сильно. – Но только в России между ними бездна, между ними пропасть. – А это очень трудно понять. – Я не знаю, почему это так. – Я очень хотел бы знать, почему это так. – Но вот во всем мире это действительно не так заметно. – Между русским интеллигентом и неинтеллигентом пролегает какая-то страшная роковая черта. – А во всем мире это не так. – Вот как-то не знаю, почему это так.